всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл сегодня опять поговорим о крипто блин поговорим о sony playstation звук потише сделаю здесь же стерео стереодинамики давайте потише ребята все знают что такое playstation ну я думаю большинство точнее знают и конечно я думаю подавляющее большинство из вас знает что такое psp портативная игровая приставка это ее предпоследняя версия скажем так после sony стала делать какие-то странные вещи например сенсорное поле здесь было внизу я выдел это нам видел это на выставке еще когда sony xperia z появилась 1 это какой год наверно 11 или 12 я тогда удивился что не в ту степь они идут так и оказалось playstation я сейчас в москве по моему единственный человек который ездит в транспорте с playstation на меня даже смотрят с удивлением я больше никого не видел за последние годы чтобы кто-то играл такую портативную playstation psp так вот ребята это некая дань уважения компании sony которая делала и не только приставка с представками у меня с представками у меня вообще дружба не сложилось когда-то в далеком году наверно 2000 когда бы уже взрослый человек я 79 года рождения мне это было уже не очень сильно интересно я купил себе впервые playstation хотя вышла на если не ошибаюсь в 97 году и конечно месяца через 23 я вот тогда поиграл resident и его он взрослый уже был 21 год 20 21 я его продал потом спустя наверно года 34 я купил ее ради того чтобы порубиться опять же в resident evil но опять же продал месяца через два на этом моя история с playstation закончилась у меня не было ни второй не третий не четвертый да и как-то никогда я таким игроком не был если поигрывал на компьютере то тоже без фанатизма в те нулевые годы но с psp это наверное пятая или шестая потому что я ее покупал уже будучи взрослым человеком году в 2005-2006 впервые еще у меня толстая была такая большая playstation толстая 1001 по-моему называлась стоили они тогда дорого доллар у нас был в районе 30 долларов стоила на тысяч 15 500 баксов грубо говоря вот потом наигрался продавал но покупал их не только ради игр конечно основной стареньких типа вот игры в данном случае у меня установлен манхун 2 жесткая игра resident evil это идет через эмулятор сразу скажу я подзабыл ребят во первых она должна быть прошита у вас для того чтобы мы вы могли скачивать игры и запускать их не только с диска как думала хитрая компания sony но их тоже понять можно зарабатывать можно а на карту памяти которая соневский формат в приставке конечно же можно было сохранять только файлы понимаете а сами игры нужно было покупать и ставить вот сюда но люди в россии да и не только в россии конечно же нашли способ и очень быстро взломать взломали и огромное количество файлов iso гуляет до сих пор по интернету весит они немного там от 300 до полутора гигабайт как правило полтора гигабайт это тяжелые игры с хорошей графикой самое главное если вдруг кто не в курсе ребят playstation это полноценная игровая консоль настолько удобно и приятно управлять вот этих вот этими кнопками после этого когда играешь на телефоне на любом неважно дорогой телефон у тебя там за 15 тысяч или за 100 тысяч рублей это полный отстой сенсорное управление поверьте я сам играю в пабг иногда и совершенно не то вот настоящий джойстик джойстик это лучшее что придумало человечество единственное конечно мышка еще лучше с мышкой ты прицелишься и так далее но самое главное чтобы вы понимали это мультимедийный центр который мог воспроизводить музыку через азиом 3 с половиной миллиметра либо через стройные стереодинамики это конечно был кинотеатр но с этим они накосячили потому что файлы нужно было конвертировать это тоже было очень плохо я за всю историю сколько у меня были playstation один единственный фильм скачал на торренте под файл psp скачал и посмотрел больше желания у меня такого не возникло конечно она выходила в интернет но тоже это было я не пользовался на телефоне было конечно это проще сделать все годы уже а так есть браузер есть видео музыка как говорю камера покупалась сверху сюда ставилась но основное предназначение этой штуковины это конечно игры если вы хотите поностальгировать то пожалуйста если такую штуку купите в хорошем состоянии но вы уже давно не продаются то главное убедитесь что она продается продает уже прошитый потому что диски опять же вы нигде не купите их надо покупать и возьмите карту на 16 гигабайт зальюте туда игр старых если хотите поиграть старые игрушки такие как будьте внимательны silent hill я взял ради silent hill оригинса я ее прошел но есть еще resident evil например 1 либо за криса либо за клару играть если как зовут правильно не помню уже то конечно вот это самый хардкор это тот самый первый resident evil и для того чтобы игру запустить нужно скачать переработанных файлов playstation 1 и поместить его в папку psp а в папке psp в папку game надеюсь правильно вам объяснил то есть если вы просто бросить его в корень карты памяти ничего не запустится и я у сейчас взрослый дядька для двое детей но resident evil это святое хочу заново пройти такое мое уважение компании sony за эту замечательную консоли у нее не было конкурентов хотя вы наверно будете писать было еще от нинденда но как-то у меня с ней с нинденда не сложилось как-то вот эти маленькие сначала были потом опять же с двумя экранами я сути не понимал и опять же я всегда покупал эти приставки ради silent hill а резидент ивола никогда не играл в теккин никогда не играл в гонки играл но мало ради ради таких шутеров вот играл медаль of honor медаль за отвагу тоже конечно с помощью кнопок шутеры играть это то еще удовольствие конечно возможно на сенсорных будет на сенсор даже интереснее как не парадоксально но вот бродилочки всякие ребят это ты чувствуешь себя что это классно на этом у меня все sony огромное спасибо за то что они делали такие качественные продукты именно я говорю про поиски потому что уже рассказал с обычными playstation у меня как-то не складывалось у меня первая была два раза и все по паре месяцев и еще наверное 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 стоит отметить очень важный параметр время работы от батарейки батарейка на 1200 миллиампер и как да у меня они были я всегда покупал вторую батарейку потому что время работы очень высокая для такой штуки до 6 часов игры и действительно хватало целый день порубиться в эту приставку и подзаряжалась она с помощью специального кабеля который идет комплекте адаптера либо можно было по юсб но тут тонкость есть нужно заходить приставку нажимать зарядку от юсб проще заряжать через кабель на этом у меня наверное все вещь крутая я ее оставлю для истории купил я это ли год то ли уже два года назад и вот silent hill я на ней прошел как и собирался нравится то что я делаю ставьте лайк на канале много обзоров на ретро телефоны на современные телефоны и так далее как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо